В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о громких арестах, масштабных спецоперациях, чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Теракт в Самаре предотвратили сотрудники ФСБ в результате спецоперации. Житель Усть-Кенельска планировал взорвать машину с полицейскими. Несостоявшимся подрывником оказался 20-летний парень, которого завербовали в запрещенную в России группировку «Исламское государство». В ИГИЛ его приняли по интернету. Пособники в Дагестане прислали ему инструкцию, как сделать самодельную бомбу и перечислили 20 тысяч рублей. На эти деньги он купил компоненты для изготовления взрывчатки. Дома у молодого человека обнаружили детали бомбы и детонатор. Ранее он уже попадал в поле зрения органов безопасности, как член запрещенной религиозной экстремистской группы, которую ликвидировали в апреле прошлого года. Тогда его оштрафовали за размещение в сети интернет-материалов террористического характера. Сейчас мужчине грозит уже уголовное преследование. Килограмм героина пыталась провести в машине жительницы Новокуйбышевска. Наркокурьера задержали сотрудники ДПС в Волжском районе. Около села Дубовый умет. Инспекторы остановили машину за нарушение правил дорожного движения. Женщина-водитель подозрений не вызвала, а вот пассажирка выглядела нетрезвой. Поведение гражданки меня немного смутило, так как она вела себя нервно, возбужденно, постоянно оглядывалась. Тогда я принял решение вызвать следственную оперативную группу. У наркокурьера обнаружили пояс с пакетами героина. Сама женщина также находилась под действием наркотиков и раньше привлекалась к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ. Полицейские обыскали квартиру нарушительницы и обнаружили больше 4 килограммов героина. Наркокурьера арестовали. Ей грозит тюремное заключение. Когда счет идет на секунду, у спасателей нет права на ошибку. Сотрудники Федеральной противопожарной службы показали навыки работы в чрезвычайных ситуациях. В профмастерстве соревновались 6 команд. С теми, кто всегда спешит на помощь, встретилась наша съемочная группа. По легенде, здесь случилась авария. В салоне зажаты пассажиры. На место прибыл аварийно-спасательный автомобиль со всем необходимым оборудованием. Рядом дежурит машина скорой помощи. У спасателей на счету каждая минута. Обозначить место аварии, заблокировать колеса, тщательно проверить машину. С этого начинают команды спасателей. Чтобы добраться до пострадавших, разбивают окна автомобиля, пускают в ход гидравлическое оборудование. На выполнение задачи каждой команде дается 45 минут. Но, как правило, справляются пожарные гораздо быстрее. Здесь основной момент отрабатывается оказание помощи до прибытия медицинской. Безопасное извлечение пострадавшего. В данный момент у каждого есть своя легенда, где прописано, что случилось с пострадавшим, какой вид ДТП. Сегодня в машине манекены, но в реальной ситуации на кону жизни людей и права на ошибку нет. Чтобы рука спасателя не дрогнула, когда важна каждая секунда, проводятся соревнования по профмастерству. Сегодня в них участвуют шесть команд. Это лучшие спасатели региона из Самары, Тольятти, Сызрани. На состязании пожарные действуют по алгоритму, но во время реального ЧП, говорят, никакого регламента нет. Всегда приходится ориентироваться по ситуации. Субару и Калина. Произошло столкновение. После этого в Субару была зажата девушка, причем серьезная конструкция. А в Калине было три человека, у которых были различные травмы. Каждый спасатель, который прибыл туда, уже знал, что непосредственно он должен делать. Мы разделились. Я участвовал, непосредственно помогал в разбору Субару. И остальные три человека работали на Калине. Почему? Потому что там было больше пострадавших. Сегодня лучшей стала команда 7-го отряда Федеральной противопожарной службы. Теперь спасателям предстоит защищать честь Самарской области на межрегиональных соревнованиях. Спрятали в облаке. В Самарской области прошли учения специалистов радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа. С помощью аэрозольной завесы они спрятали от условного противника крупный железнодорожный узел. Враг 15, я вверху 0,5. Завеса 222. Целью маневров стала маскировка важного объекта, рядом с которым готовились к маршу воинские эшелоны. Военные применили термодымовую аппаратуру, в том числе новейшую машину ТДА-3. Аэрозольная завеса действовала в радиусе 5000 квадратных метров. Более часа объект оставался невидимым для систем наведения ракет авиации противника. В учениях было задействовано около 2000 военнослужащих из 20 регионов Урала, Сибири и Поволжья. Хотела закрыть дело и сама попала под статью. В Самаре задержали женщину, которая пыталась дать взятку полицейскому. Таким образом, она хотела спасти своего родственника от уголовного преследования за распространение наркотиков. Для этого женщина не пожалела 200 тысяч рублей. Таков размер взятки. Данное денежное средство мне передавает женщина за факт, чтобы поняту и видеться. Ну, это единственное, например, в отношении к действиям не было воздушно уголовное дело. Сейчас нарушительница закона сама находится под следствием. Ее обвиняют по 291-й статье Уголовного кодекса. В лучшем случае женщина отделается штрафом или ее отправят на принудительные работы. При пожаре в Октябрьском районе Самары погиб человек на улице Мичурина. На парковке горели автомобили. Первым вспыхнул Хиндай. Вскоре пламя распространилось на стоявшие рядом Шкоду и Ниссан. Когда пожарным удалось справиться с огнем, в Хиндай обнаружили тело человека. Причины ЧП устанавливаются. В советском районе, к счастью, обошлось без пострадавших. В выходные здесь горели гаражи и сараи. Пламя вспыхнуло внутри одной из построек. И пожарным пришлось вскрывать двери. Потушить огонь удалось через полтора часа. Весна наступила и в местах не столь отдаленных. Постояльцы 10-й исправительной колонии собирают урожай тюльпанов. В этом году он рекордный. Больше 70 тысяч цветов. В том, что даже за решеткой есть место прекрасному, убедился Андрей Горгуленко. Дмитрий Сафонов старший в отделе растения и водства. Раньше цветами не занимался, но быстро всему научился. Признается, что душа радуется, когда видит результаты работы. Конечно, радует, когда трудишься, делаешь. Главное, было бы желание, если есть желание. Но остальное все вырастет. Работают за решеткой за деньги. Однако только часть их капает на счет. Большая часть уходит на содержание самих осужденных. Кто-то выплачивает компенсации по решению суда. Но деньги здесь не главное. Такая работа помогает не забыть, что за пределами зоны есть жизнь. Есть животноводческое хозяйство, есть сельхозный участок, птицы, кролики, гуси, утки, птицы. Соответственно, помимо этого производства у нас еще есть производство муки, разлив воды, минералка, автосервис. Изготовлены железобетонные изделия. То есть, производство разного типа. Это одна из форм трудового воспитания. В данном случае, я думаю, что и самим осужденным это гораздо более приятно, нежели какая-либо другая работа. Я думаю, они выполняют данную работу с удовольствием, получают в том числе эстетическое, духовное, так скажем, наслаждение от выполнения ими данной работы и видят результат своего труда. Тюльпанами в 10-й справительной колонии занимаются уже второй год. В прошлом году работала только одна теплица. Сейчас уже три. Это позволило посадить 75 тысяч луковиц. Цветы в основном пойдут на продажу, ну а 8 марта тюльпаны получат в подарок женщины в погонах. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Спасибо. 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 Спасибо.